В Тверской области продолжается осенний призыв. В этом году вооруженные силы страны пополнят около тысячи новобранцев из Верхней Волжи. Несмотря на то, что престиж службы в армии неуклонно растет, по-прежнему находятся те, кто пытается уклониться от этой обязанности. В военном комиссариате региона напоминают, что уклонение отнесения службы по призыву может грозить уголовной ответственностью. При этом максимальным наказанием может стать реальное лишение свободы. Юноша в синей форме Даниил. В 2019 году он должен был отправиться в вооруженные силы Российской Федерации. Однако желания служить, рассказывает Даниил, у него не было. В попытках, что называется, откосить парень заключил договор с одной из популярных компаний, которые обещают оказать помощь в освобождении от армии, якобы на законных основаниях. Разумеется, не забесплатно. Сумма была очень большая, потрачена на это все около 200 тысяч. В итоге всех их мероприятий, что они пытались сделать в отношении меня, на суды, подавали в суд, военкомат судили, сколько раз все суды были проиграны. Как поясняют специалисты, деятельность подобных фирм заключается в следующем. Они обещают призывникам сделать необходимые документы, на основании которых военно-врачебные комиссии признают их негодными к несению службы. Также они обещают юридическую помощь при оспаривании решения ВВК. То же самое сулили и Даниилу, однако раз за разом суд вставал на сторону призывных комиссий. Призывнику были выручены повестки о явке военно-комиссариата, но он по ним не явился. За уклонение от прохождения военной службы по призыву при отсутствии законных оснований освобождения от этой службы предусмотрена уголовная ответственность. По части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении данного призывника было возбуждено уголовное дело. Вину свою он полностью признал, в содеянном раскаялся. В итоге Фемида оказалась благосклонна к призывнику. Уголовное дело было прекращено. Даниилу был назначен судебный штраф. Однако закончиться для юноши все могло куда хуже. Уголовный кодекс подразумевает возможное наказание для уклонистов в виде ареста до полугода и даже лишения свободы сроком до двух лет. В областном военном комиссариате советуют трижды подумать, прежде чем связываться с сомнительными конторами, обещающими освобождение от армии. Основной задачей этих организаций является заработок денег. Фактически в ряде случаев, используя правовые инструменты, они переводят этот процесс в судебные тяжбы, которые позволяют только отсрочить дату призыва на военную службу. При этом призывники теряют значительные денежные средства, не добившись желаемого результата. Так случилось и с героем нашего сегодняшнего материала. Впрочем, как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. На этой неделе Даниил уже отправился к месту несения военной службы. Как признался в общении с нашей съемочной группой юноша, случившееся станет ему хорошим уроком на всю жизнь.